смазочки мне привезли еще по 250 4 рубля не полная кропка ну вот крыло вылепил я его из смолы здесь у меня приварен металл остальное смолой все сделал сейчас поклевочки кинул немножко феном подсушим чтобы можно было лезвием подрезать чтобы не пилить и силы своей не тратить варить не стал потому что здесь при сварке все поведет и можно дойти до верха от нагрева шпакр здесь отвалится ну короче это гимна не стал этого делать нету задачи навечно сделать это крыло хотя навечно ты его не сделаешь тут дырки тоже внутри были внутри проема торца поэтому это надо дверь снимать варить куда хер знает до куда уходить чтобы это сделал но внутренняя арка но она называть не внутренне называется оружием и короче так которые внутри арки арка ее надо тоже делать поэтому из-за этого я не стал делать потому что надо я его делать посидеть тут под низом и варить не хватает никакого желания на меня сыпался ржавчина и вот поэтому я не хочу этого так вы что подсохла теперь кто кто знает кто не знает сейчас накрою немножко лезвием берем и вот так вот мы делаем нужную нам форму только надо поймать момент когда шпакли режется и когда она не отваливается иначе удачи вам не видать так вот видите как воспиливать это хер ешь тут пылище будет просто писец кока времени потратишь и сил на то чтобы спилить эту шпаклевку вот пока вот так вот все то есть вы можете лезвие ставить как вам надо я подрезать здесь кромка немножко не такая если на закругленная поэтому я лезвие немножко заваливал чтобы вообще можно вот так резать тогда будет ровная но мне это не надо мне на немножко завернуть поэтому вот таким образом ведется ими лишнее мы отрезаем ну и здесь та же самая история здесь чуть-чуть побольше под высохла уже на еще по крайней мере поддается резки резки поддается черта не видно как художник да скульптор вернее как художник да скульптор вернее делает и мы так же подготовщики об этом не говорят это секретная информация кстати многие подготовщики этого и не знают что так можно делать это только матерые спицы знают кстати что можно так выпиливать вырезать и все а в основном которые просто точат пилят но это не наш метод у нас метод свой обрезание дабы нам тратить свои силы попросту не надо у нас нету ни времени лишнего в жизни нет здоровья ни денег лишних чтобы нам точить здесь все это дело ну вот так получилось сейчас стыки вот эти подрежем тихо 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 шпаклевка еще мягкая ну вот так вот все сейчас можно кстати не ждать время чтобы она полностью высохла можно сюда сейчас накладывать шпаклевку вот сюда кидать 91 тысяча вектор мне обошлась это причем я отдал машину почти готовую готовность была 80 процентов представляете если бы они мне делали ее с ноля там кстати стоял боксер такой же как у меня дуката вообще весь гнилющий они на нем там меняли задние арки кусок бочины там вообще жесть конечно кто бы кто бы его на кто бы его делать начал два года назад да но нахер никому не надо купили бы фирма купила бы новые бы и все фирма серьезная все вершина такая в мурманске они практически основные поставщики колес опту сюда я у них раньше тоже брал колеса вот там с рассрочкой платежа и мы их продавали североморский у моего компаньона тогда магазинного которого магазин брали их колеса и по оптовой тени и продавали сделал вот обрезание вот столько всего тут лишнего вставлять сколько пилителя надо все просто все вот такой пыли будет все если все это были пилить и гараж весь будет и все тут будет этой баклит скоро она засохнут и будет каменная вот уже засохла ну а здесь вот так вот получилось ведь все еще разок кинуть надо сейчас все денис добавку надо сделать около дела уже владела ну вот столько шпаклей лишний срезанной жалко что ее нельзя опять сделать в мягкую да то можно было бы счет наложить бы раз ну что здесь получилось получилось так вот выстрогал я тут добавить надо еще ямка по краем ему более-менее более-менее конечно но не очень и конечно хорошо но сойдет здесь подрезать надо увеличить щель в этом месте чуть-чуть ну так себе конечно тут пропорция одна видеть здесь шире здесь стоит добавится сектор тут пуска не хватает металла в это месте дырка была рису так добавлять надо вот под эту ширину поклевочкой добавим сейчас клеить ничего не хочу больше смолой шпаклей вылепим и все такой сделаем пойдет на какое-то время пойдет потом будет понятно что дальше 7 делать целый день сегодня время уже 9 воняет жестко шпаклей сейчас отъеду потом вернусь продолжу долину натуре как будто уже май сейчас конечно навалит снег по-любому не может быть такого что его не будет но посмотрите все дороги просохли реально как будто бы сейчас первые не первые конце конец апреля да в этом году вообще снега можно сказать нет 29 число снега нет представляете в лизинг взял и и охуел до блин хрен знает и с каждым годом снега все меньше меньше и меньше и кто вот у кого снегоходы они говорят блин а на хрен он нужен то есть уже снега вход фактически не нужен то есть ну блин квадрик сейчас надо потому что снегоход а смысл от этого снегохода если нету снега ходить не почему у меня все в порядке блоки не похитили пока месь кто там сегодня на охране что там такое едет бетонный насос что бетонный насос походу серега заливался который мне должен 52 рубля я думал что потом возьму я сейчас что-то разгрет давай выходные сейчас денег нету ну так вот как блять как-то вот так вот нафиг а я рассчитывал на эти бабки когда поехал за ватрушку забирать с покраски думал сейчас возьму бабосики и все там херс 2 вот так вот короче произошло здесь была заклеена больше здесь меньше здесь потому на пыл идет более ступенька и поэтому видно эту полоску здесь вот я уже не видно она размытая здесь потому что здесь у меня было дальше заклеена не нет задачи сделать идеально поэтому мне и так сойдет цвет краски не тот если что все сейчас датираем и будем полировать тут видно конечно и будет видно здесь вот видите все по-другому совершенно потому что здесь границы нету на пыла здесь она есть здесь толщина краски есть все но это не то что это не то что это не то что я сделаю мы мы Что-то здесь капнуло когда-то, непонятно что, не буду стачивать, хрен с ним, не знаю, что это такое, у кого это капнуло, у меня, не у меня, ну плевать на нее. Не знаю, что это такое, ну вот так вот, полироль взял у Олежки, сейчас полироль 100 грамм, 100 грамм стоит знаете сколько, 1000 рублев, это просто, ну самая хорошая полироль, Олег и систем, вот это вот, ну сама паста, у Олега какая-то немецкая, он покупал бутылку, сколько там килограмм за, вот он мне налил 30 грамм вот так вот, блин опа ни одной рукой фигово, ну ладно, я так просто все, сейчас двумя руками будем все, полировал граница видна, вот она вон граница здесь тоже оттенок краски-то другой нет, я вот, главное, что не ржавеет сейчас все это дело да, немножко пыль подналипла, вот здесь вот чуть-чуть вот одна пылинка есть ну я не полировал эту часть, не надо мне полировать мне главное, чтобы стыки грязью не забивались сейчас как-нибудь там руками подлезу, потому что здесь никак не подлезть как ты здесь подлезешь, никак вот это место сюда она не подлазит машинка как сейчас руками чуть-чуть тут пошоркаю, так просто и все да, ну здесь пыль налетевшая до меня, видать когда они дверь эту красили немножко пыльца тут есть ну ладно, это все здесь тоже отполировал здесь граница тоже видна, вот она сюда я вообще старался не подниматься никуда так, под надул и все вот она это антигравий вот тут вот чуть-чуть просматривается вот она ладно, сойдет короче, для этого пепелаться сойдет дверь вот такая, видите, вот она надо дверь эту заменить и переднюю тоже заменить так, ну что с этой стороны ремонт окончен так что можно полировать покупая эти губки, сейчас эта губка стоит одна, по-моему, косарь с ума сойти вообще цены какие-то космоядерные и паста, наждачка полторашка и двушка и все будет у вас окей здесь вот так дела обстоят сейчас шлифану может сегодня загрунтуешь даже хотелось бы, конечно, загрунтоваться, но не факт, что это получится а надо грунтануть все это дело так в этом случае пока здесь вот это вот